Сейчас измерим глюкозу глюкометром, введем сюда показания и непрерывный монитор будет нам отражать ежеминутно показатели гликемии. Эта маленькая коробочка под названием инсулиновая помпа вот уже много лет спасает жизнь Сергею Сычеву. Первый, то есть самый опасный тип диабета у него обнаружили 20 лет назад, когда Сергей был еще подростком. Среди первых симптомов заметил сухость во рту, жажду и неожиданное похудение. Дальше все лишь обострялось. Один глаз тоже у меня видит плохо, тоже это осложнение диабета, которое не смогли. В прошлом году мне делали операцию на глаз, но спасти его не смогли. То есть вижу по сути я одним глазом. Из-за диабета у Сергея также проблемы с почками. Одна плохо работает, второй вовсе лишился из-за воспаления. Поэтому приходится три раза в неделю посещать процедуру диализа, где аппарат сам выводит остатки продуктов жизнедеятельности. Еще можно заработать деменцию, миокардию, даже инсульт. Такому риску подвержено свыше 100 тысяч жителей Алтайского края с диагнозом диабет. Притом число вновь выявленных больных с каждым годом растет. Второй тип диабета, который связан в большей степени с влиянием внешних факторов, окружающей среды, с малоподвижным образом жизни, со стрессами, с перееданием, с ожирением. Ну вот, количество таких больных становится больше. Радует одно, что больше стало и средств помощи диабетикам по всей России. Например, школа, в которой больным на примере повседневных ситуаций рассказывают об инсулине, о правилах ухода за ногами и глазами, а также о том, как вести себя при беременности. Есть и новшества в науке. Появились новые препараты для лечения сахарного диабета второго типа, так называемые инновационные препараты, которые воздействуют на разные звенья патогенеза, то есть на разные причины развития диабета второго типа. Есть современные инсулины, которые более физиологично работают по сравнению с теми инсулинами, которые были там 20-25 лет назад. Также сейчас за рубежом разрабатывают вакцину, которая отложит появление первого типа диабета на несколько лет. Однако, когда ее запустят в широкое обращение, неизвестно. Врачи в качестве профилактики весьма коварного заболевания рекомендуют вести исключительно здоровый образ жизни и периодически проверять сахар в крови. Ведь половина диабетиков по всему миру даже не подозревают о судьбоносном заболевании. Валентина Аскерова, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.